Квартира хорошая, сделана на совесть. Таково мнение тех, кто строил дом номер 19 на Донской. Придомовая территория уже благоустроена. Мнение тех, кто будет здесь жить, станет известно уже через несколько недель. 50 квартир отдается тем, кто раньше жил в аварийных строениях. И это не первый дом для переселенцев из ветхого жилья. Люди уже приходят, выражают согласие, свои довольны. У нас сегодня уже в рамках мероприятий 11 домов от застройщиков участвуют. Из них самые основные, это улица параллельная с 9, параллельная 8,6. То есть это хорошие дома сегодня, добротные. Там уже нет, там уже живут люди. На сегодняшний день городские власти уже приобрели 143 квартиры для жителей ветхих строений. До 2017 года еще десятки семей переселятся в современные квартиры, а курорт избавится от неприглядных бараков. Каждое новоселье, говорят в администрации, это результат многоэтапной работы, начать которую должны сами жители ветхих домов. Надо, чтобы эти жители подали заявление в администрацию района о том, что у них дом аварийный. Потом выйдет комиссия района, в составе которой есть представители жилищной инспекции. Признают аварийным. После того, как признали аварийным, эти документы мы сформировали, отдаем фонд реформирования ЖКХ. Потом нам выделяют по 33 тысячи рублей за каждый квадратный метр. Надо под эти квадратные метры или построить жилье, или найти. Обсуждались и объекты, передача которых городу для нужд сочинцев задерживается по вине застройщиков. Для таких организаций будут применены штрафные санкции. В день 10 тысяч рублей за каждый квадратный метр. В администрации уверены, что это будет хорошим стимулом для завершения работы. Прежде чем новоселы отпразднуют въезд в новые квартиры, в городе пройдет еще немало торжеств. Впереди День народного единства. Культурная программа подготовлена масштабная. Затем День города. Это должно стать запоминающимся событием для каждого сочинца, считает глава города. На праздник планируется позвать и почетных жителей Сочи, и его бывших руководителей. Предполагается, что эти дни будут наполнены глубоким смыслом, культурным и патриотическим. Но сначала Сочи ждет очередная генеральная уборка. И не только улиц. Углубленный в прямом смысле слова подход к решению еще одной проблемы будет применен через несколько дней. В городе проведут субботник по наведению порядка в подземных переходах. Их сдали в эксплуатацию недавно, но большинство из них уже нуждается в генеральной уборке. В субботнике примут участие муниципальные службы, а жители просят навести порядок на придомовых территориях. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.